Уютная гостиница вдохновения, банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. Так каковы же правила утилизации мусора и что грозит за брошенный где попало мусорный мешок? Эти и другие вопросы сегодня обсуждаем с руководителем Госадомтехнодзора Клинского района Алексеем Сергеевичем Корнауховым. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей Сергеевич, итак, крупногабаритный мусор. Эту тему мы подняли в сюжете. И еще хотим обратить внимание на правила утилизации. Кто-то купил новую мебель, куда девать старую. Стоит ли ее все-таки тащить к мусорным контейнерам, как считают некоторые жители? Некоторые считают, наверное, это неправильно, да и законом установлено, что это неправомерно. У нас есть установлены нормы накопления. И опять же, данный контейнер установлен не для того, чтобы вытаскивать крупногабаритный мусор и складировать вблизи контейнерной площадки. И опять же, я не соглашусь с Григорием Анатольевичем о том, что даже если это не так, то надо складывать их в контейнер, хоть чтобы их не поднимать. Все равно это неправильно. Я понимаю, что где-то в какой-то мере это облегчит, конечно, их работу, но это неправильно. Потому что именно выброс крупногабаритного мусора должен осуществляться по звонку. Соответственно, мусоровозящие организации, которые имеют право на это осуществление деятельности, они поставляют, соответственно, контейнер, который восьмикубовый. Они привозят, соответственно, загружают тот мусор, который скопился у жителей, забирают его и утилизируют на полигоне в соответствии с законодательством, которое установлено Российской Федерацией. А вот какова мера ответственности? Предположим, нарушителя поймали за руку. Ну, здесь очень просто, скажем так. Мы же неоднократно проводили засады. Есть, опять же, у нас внештатные инспекторы, которые занимаются именно тем, что они выявляют тех людей, которые незаконно сбрасывают мусор, отходы. Опять же, не скажем так, не своей жизнедеятельности, а от того, что они заимели, скажем так, определенную новую мебель или там новую какую-то технику, либо разобрали свой старый сарайчик. И здесь мера ответственности следующим образом распределяется. Ну, мы также скажем, какую ответственность несут юридические лица. Значит, физические лица у нас несут ответственность, сумма штрафа от 5 до 10 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели, ну, соответственно, это должностные лица, несут ответственность от 30 до 50 тысяч. И юридические лица, это уже довольно-таки серьезные штрафные санкции, это от 300 до 500 тысяч рублей. Ну, соответственно, если это, ну, вот вы понимаете сами, о чем это говорится. Допустим, у нас какой-то магазин, который имеет правовую форму ООО, допустим, соответственно, выбрасывает на контейнерную площадку там какие-то мусор, ну, который не соответствует для того, что куда они его должны утилизировать. Соответственно, он может быть подвергнут штрафу в 300 тысяч рублей. Я считаю, что это довольно-таки серьезно. А вот если, как на примере улицы Калинина-Высоковске, одни выбрасывают крупногабаритный мусор, другим это не нравится жителям. Вот как привлечь нарушителей, на какие сигналы вы реагируете, если это от жителей? Это какое-то заявление, это фотофиксация, видеофиксация? Да, конечно. Это может быть как в виде обращения также, это может быть, ну, определенного письма. Ну, это то же самое обращение, мы будем считать, обращение на электронную почту, либо обращение это через иные какие-то, ну, у нас сейчас услуг очень много, порталы определенные, либо мессенджеры. Соответственно, мы получаем информацию о том, что там определенное лицо. Но, опять же, мы же понимаем, что соседи не знают, кто выбрасывает этот мусор. Они могут написать, что там вот такой-то житель с такого-то дома выбросил такой-то мусор и зафиксировать. Сейчас у нас практически у каждого имеется мобильный телефон, у которого есть камера, которая может зафиксировать факт сброса мусора. То есть этого будет достаточно для того, чтобы наказать, да, нарушителя? Да, для того, чтобы привлечь к ответственности. И, ну, по крайней мере, я думаю, что человеку потом будет неповадно заплатить, допустим, от 5 до 10 тысяч рублей за то, чтобы вывезти, вот как мы видели, там, гражданин вывез, там, тележку с ботвой и с отходами, там, с огорода своего. А существуют какие-либо нормативы вывоза мусора, периодичность? И если вот они не соблюдаются, куда обращаться? Здесь, смотрите, здесь, в принципе, конечно, обращение может быть и к нам, потому что ответственность, мы привлекаем мусоровозящие организации к ответственности, если они не соблюдают либо графику вывоза мусора, либо, опять же, мы привлекаем организации, которые заключили договор, опять же, с мусоровозящей организацией о том, что нормы накопления, которые указаны в договорах, не соответствуют тем нормам, которые они производят. Ну, соответственно, мы как можем, это на простом примере, на пальцах, для того, чтобы жители понимали. Если мы производим, скажем так, один куб отходов, а реально выбрасываем 2-3, соответственно, вот эти 2-3 куба, соответственно, они кладутся на плечи там мусоровозящей организации, которая утилизирует этот мусор. Соответственно, она платит сумму уже больше, она недополучает денег, соответственно, если это, допустим, обчистый город, то, соответственно, эти деньги из муниципалитета переходят, извините меня, для того, чтобы содержать какую-то там организацию. Ну, это тоже к вам, да, если вдруг какие-то нарушения. И вот еще один вопрос. Летом Госадомтехнадзором велась большая кампания по борьбе с дачниками за чистоту и порядок ВХСНТ, также с парковщиками на газонах. Вот осенью какая проблема по вашей линии самая острая? Ну, вот сейчас мы все-таки, наверное, оставим проблему парковки на газонах, потому что, ну, мы сами видим, какие сейчас погодные условия. И если там, допустим, в сухую и солнечную погоду парковка на газонах, ну, скажем так, она не сильно влияла на покрытие, когда вставали на газон, ну, примяли там траву, что-то еще, то здесь, конечно, мы уже получаем что? Мы получаем грязь, мы получаем вынос вот этого всего на проезжую часть, на дорогу, соответственно, все люди идут, очень много получается обращений от мамочек, которые идут с колясками, которые по этой грязи скользят. Ну, и вообще территория разбивается, становится некрасивой. Да, некрасивой, да, некультурной. И, ну, помимо этого, конечно, мы до сих пор, у нас огромная проблема, это несанкционированная торговля. Она остается, она имеет место быть, и мы не говорим, что мы, как бы, мы с ней боремся, но она действительно, как бы, у нас еще есть моменты, которые нам надо добить. И, скажем так, в этой ситуации мы должны прийти и победить, в конце концов, и прийти все-таки к культурной и к правильной торговле, для того, чтобы наши жители все-таки кушали правильно и покупали у нормальных и добропорядочных продавцов. Хорошо, на этой ноте предлагаю закончить разговор. Спасибо большое, Алексей Сергеевич, что пришли в студию и ответили на наши вопросы.